Здравствуйте, друзья! Через Бусти человек прислал мне вопрос. Отвечаю, что называется, на широкую аудиторию. Ссылка на мой Бусти, Телеграм, Яндекс.Дзен находится в описании под видео. В закрепленном комментарии подписывайтесь. Вся движуха идет там. Привет, Антон! Хочу тебе рассказать историю про моего дядю и отца. На прошлой неделе зашел разговор с дядей о бабах. Но я и говорю ему, что бабы меркантильные. А дядя говорит, а мужики разве не меркантильные? Я говорю ему, все бабы коварные. Дядя мне опять, ну а мужики же не коварные. Я говорю, бабы все одинаковые. А дядя говорит, а мужики же не одинаковые. Все это бред. Все женщины разные. Я ему говорю, посмотри МД блогеров. Вас советовал тоже некоторые видео, ваши эмоции вам. Не хочет смотреть. Говорит, не хочу тратить время на эту ерунду. Они женщин критикуют. О поводу моего отца тоже. Говорю ему все темы МД. То же самое, что и дядя такой же еще говорит. Все мужчины, которые развелись, их проблема. Но это не означает, что и у тебя так будет. Антон, как их заставить прозреть? Но для того, чтобы их заставить прозреть, для начала нужно согласитесь. Согласитесь прозреть самому. Начну с неожиданного, шокирующего. Ваш дядя прав. Абсолютно прав. И отец ваш прав. А не прав вы, а знаете в чем? А в том, что вы не разобрались в теме. И вы с чего-то взяли. Мне сложно понять, с чего. Я с этим уже борюсь, борюсь. Ну, что? Путь наш такой. Таков путь, как говорят мандалорцы. Если мы начнем сейчас с вами рассуждать про то, кто там меркантильный, знаете, за РСП поговорим, за то, кто там кому изменяет, это КМД не имеет ничего общего. И да, такой точной сухой статистики, ну, кроме статистики разводов, ее нету, хрен его знает, кто там кому больше изменяет. Иди разберись с этим. Ну, как жить не разберешься. И МД этим не занимается. МД – это что такое? Это мужское движение. За права. Мужское движение за права. За юридические права. У нас в стране есть конституция, пункт 3 статьи 19. Ну, еще там пара пунктов, ну, вот это основной. Которому указано, что у женщин и мужчин равны права и свободы. Берем весь корпус законодательства. Семейное, уголовное, военное, трудовое, пенсионное, здравоохранение. Прямые отсылки по полу, где мужчины дискриминируются прямо-прямо, а женщины, у них, так сказать, им различные преференции и поблажки. На уровне законов. И вот это, МД-дискурс, и вот это нужно обсуждать с вашим дядей и папой. И тогда вы ему скажите, смотри, ну, и мой, например, ролик, да, вот у меня есть ролик на ютубе, ссылку на него оставлю. Сарвачев о дискриминации мужчин. База. База. Прямо я статьи перечисляю с небольшими своими комментариями, где мужчин дискриминируют. База. И вот этот ролик можно обсудить. Статьи, где мужчины прямо дискриминируются на уровне законов, можно обсудить. А кто там меркантильный или не меркантильный? Это ваше оценочное суждение. Если вы считаете, что все женщины прямо меркантильные, нужно разобраться в терминах, что значит меркантильный. Всем ли нужны от вас деньги? Ну, наверное, и не всем. Может, всем. Я не знаю. И дядя ваш не знает. И папа ваш не знает. И даже, боже мой, даже Путин не знает. Все они меркантильные. А мужики все меркантильные или не все? Я могу только лишь верить, что не все. Верить. Понимаете? Вера что такое? Уверенность в невидимом. Ну, я знаю. Все меркантильные. Или часть какая-то. Какие-то меркантильные, наверное. Какие-то меркантильные. Что мужики, что бабы. Это все разговоры в пользу бедных. Ни о чем. Сесть и за ремкой водки вот о чем-то поговорить. Не пропагандирую, кстати, алкогольную водку злого. Это ни о чем. Что здесь мужчины дискриминируются. А почему так? И вот это ключевой и интересный вопрос. А почему так? И кто выгодоприобретатель с такой дискриминацией? А? Вам домашнее задание. Изучить мои предыдущие ролики и понять, кому это выгодно и что происходит. И также подписаться на Бусте, Телеграм и Яндекс.Дзен. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok